Ребят, как набираем 100 лайков, я сразу выпускаю вторую часть интервью, и там будет розыгрыш. Первое место это футболка с матчом Кала 2019 года, второе место авторограф Сипсканы и Германа, и третье место это 1000 рублей. Так что давайте скорее набирайте 100 лайков. Всем здорова, вы на канале Горошек, и это новый выпуск на Горохе с, я бы сказал, отцом медиафутбола. Это Влад Окей, Лакарини. Всем привет, всем привет. Все, давай начнем изначально. Что такое Лакарини и почему именно Лакарини? Ну я отвечал на этот вопрос, наверное, на стримах только, ну и там в личном общении меня спрашивали. Но Лакарини это просто, я играл в PES 2008, создал эстонского игрока в карьере по Беллу Лакарини, и все. И как-то это прижилось за мной, то есть первая ассоциация с футбольными симуляторами это Лакарини, потому что в каком бы PES'е FIFA я не создавал карьеру, за тренера, за игрока я всегда писал эту фамилию. Он почему-то эстонец был, почему-то Фабио. Ну и как бы если полное название, то Фабио Лакарини, а так, ну смысловые нагрузки это не имеет, это просто, просто вот такой вот никнейм придуманный. Ты затронул тему FIFA, вот в поводу FIFA, ты, получается, лет 5-6 назад, значит, вел активно YouTube канал, все снимал, ты там даже в 19-м году играл против Фанкала. Да. Что произошло? Почему ты закончил с этим всем и вот был простой 5 лет? Ну, может, чуть больше. Ну, смотри, у меня, наверное, во многих сферах жизни есть такая тема, что я когда достигаю какого-то пиквы, какого-то уровня, то мне становится неинтересно, становится скучно, потому что мне кажется, что я добился всего того, чего хотел. Я два месяца подряд снимал видеоролики, потом я поехал представлять лицо Тосна на турнир в Москву, и когда я вернулся, упали просмотры, закончился сезон FIFA, лето чемпионат мира, впереди 11-й класс, я еще весил больше 100 килограмм, и как-то я понял, что когда это стало уже моей работой, когда мне букмекеры начали за это деньги платить, я потерял интерес, сгорел, ну и плюс я к тому моменту был подростком, и вот этот вот момент подавить, подавить вот это вот свое там, то, что я там не хочу этим больше заниматься, все, мне неинтересно, то есть когда ты подросток, ты вот больше подвержен таким вот эмоциональным. качелем, и ну тут пересилило то, что там, допустим, я захотел измениться, захотел нормально сдать экзамены и попробовать пожить какой-то другой жизнью, но как видишь, это на самом деле и было все равно, да, создание контента, создание контента, медиафутбол, это было ровно тем, чем я и хотел заниматься, и поэтому я снова здесь. это, это круто, это круто, лично я рад, потому что в девятнадцатом году я фотку не могу найти, я пытался, поднимал все архивы, но я фотку со слайдом, он это помнит, я тоже искал, я тоже искал. Да, это вообще. Как так случилось-то, что вы попали с Сантьяго Федосом в ролик 2D? И еще сразу вопрос, ну у тебя наверное контакты остались? Конечно. Ну а почему ты не хочешь как-то предложить им что-нибудь снять? Ну так... Мне понятно, что сейчас им это не выгодно, скорее всего. Ну смотри, Никита у меня в друзьях, Женя с друзей удалил. Жене больше понравился Феде, Никите так показалось, что больше понравился я, ну вот так по ощущениям. Как попали, все было очень просто, у меня на тот момент были бутсы Немезис, Федя купил Эйс, мы заходим на канал 2Dross, а у них проверка бутс Эйс против Немезис. И Федя такой, блин, у нас такие же бутсы, пошли записывать, записали, у меня стрельнул челлендж на больше чем 100 тысяч просмотров, мы еще до того, как стрельнул видос, Федя отправил в предложку им, типа вот мы сделали такой же видос, давайте запишем, типа, Adidas против Adidas, ну то есть мы вам кидаем вызов, а сестра моя такая, да вы херней занимаетесь, у людей полмиллиона подписчиков, вам не ответят, это вообще бесполезно, но в итоге Женя отвечает Феде, покупайте билет на Сапсан, приезжайте. И у меня на тот момент очень близко был день рождения, мне исполнилось 15 лет, и была еще акция раньше у Эйс, 50% скидка на поезд, тебе и нескольким людям в день рождения, я такой, все, все, покупайте билет на Сапсан, я говорю, Лолита, ты нас снимаешь, Федя, мы едем, и самое что смешное, мы поехали в Москву, и за день до съемок, я стою в метро, открывается дверь вагон, заходит чувак с вот такими глазами, такой, я вас видел на ютубе. Мы проехали еще там одну-две станции, пообщались, что типа вот мы завтра Студроц снимаем, он такой, ну все, кайф, удачи вам, буду следить там за вами, чтобы у вас все получилось, но в итоге это так и вышло, мы на следующий день сняли видео Студроц, я помню, что это было на одной арене, и после нас приехал Гудмакс и еще кто-то, и они, по-моему, с великанами снимали. Ну, я не помню, я просто помню, что на маленькие выборы что-то снимали. Да-да-да, у них тогда серия была разных вот таких вот роликов, они что-то с Гудмаксом снимали, еще был прикол такой типа, что Гудмакс мой отец, и у меня сестра, ну, был такой прикол, это локальный такой прикол был раньше, и сестра ко мне такая подходит после съемок с Дротами, такая, типа, смотри, батя твой. И потом все съемки закончились, мы пофоткались, и мы такие, Женьку с Неки там подходим, и такие, блин, она наш канал, нам тоже надо, все дела. И Жека такой, смотрите, я нахожусь сейчас в Поляну, мы там встречаемся через полтора часа, но вы ее уже оплачиваете. Я говорю, да вообще без проблем, они кидают адрес, мы заказываем такси, приезжаем, а они уже там перепасовываются и просто ждут того, чтобы записать с нами ролик. Это к тому, почему Тудротцы такие популярные и успешные, они просто открытые, душевные. Вот у нас по факту был, у меня был тогда канал 8000 подписчиков, они с нами поснимали, и могли бы нам спокойно отказать. Ну да. А они просто приехали на другое поле и подождали нас, мы записали вот тот самый там пенальти, который у меня тоже там 150 тысяч просмотров, это в принципе визитная карточка моего канала, потому что это самая крутая совместка, которая у меня когда-либо была. А кем является ты Федя? Федя это просто друг моего детства, вот нас в 13-14 лет познакомил мой одноклассник, и с одноклассником мы оба перестали общаться, то есть мы с Федей не учились никогда вместе в школе, они играли за команду, которую я создавал, ну и собственно все. То есть мы просто друзья, и по сей день я ходил к нему на премьеры, ходил к нему на экзамены, мы под первая возможность Феде свободного времени, мы всегда видимся, и до сих пор мы, наверное, самые близкие друзья. Ты сейчас работаешь, как я понимаю, на Матч ТВ? Ну я стажер. Расскажи вообще, как попал? Да все очень просто, я ошибся с выбором университета, четвертый курс, я сижу, о чем мне делать, и… Ты где был? Ты учился? Ранхикс учился. Ранхикс. Российская академия народного хозяйства, госслужбы, на госуправлении, и в итоге я просто… Серая масса, я не знаю, вот как, я даже не знаю, как это описать, но вот то эмоциональное состояние, оно было просто отвратительное, мне было жутко плохо, я не понимал, что мне делать вообще. И такой типа, я люблю футбол, как мне в него вернуться, и… Ну там карты все сложились, что я просто увидел рекламу Матч Академии, надо идти учиться. Типа университета? Ну у них есть онлайн-курсы, то есть они создали два года назад Академию Матч ТВ, и ты можешь отучиться там на спортивного журналиста, на комментатора, на… На кого-то там еще, я даже забыл. Ну, короче, да. И плюс там есть еще очные занятия, то есть ты можешь в Москве отучиться, там летние интенсивы три месяца, восемь месяцев в Москве можешь отучиться. Но я, понятно, в Москву не мог выбраться на тот момент, потому что мне еще нужно было там защитить диплом, и плюсом это стоит сильно дороже. Ну я просто пошел на онлайн-курс, плюсом охватив спортивную журналистику такой типа. Ну я вот учусь, и я точно знаю, что я буду комментатором. Ну и в конечном счете, когда его курс закончился, нас на портал комментирует с моего потока, там нас было больше 20 человек, прошел только я и вот мой коллега Давид. И все. И вот мы сейчас уже, начиная с этого сезона, комментируем. Я прокомментирую уже 20 матчей, после съемок с тобой поеду комментирую 21-ю игру. Я буду слушать. 21-ю игру буду свою комментировать. Давай перейдем к питерскому медиафутболку. Ну это самое интересное, наверное. Ну да, это самое интересное. Тут прям можно разжечь. Расскажи, как так сложилось, что ты попал в ТФК вот с этого момента? Да, все очень просто. Я работал администратором в кафе. И мама Саши Гурова, Рамон Аксандракс, она работает в Пироговом дворике. И я там же работал администратором. Ну и когда вот у молодого парня возникают вопросы про подработки, то есть ее же сложно найти. Сложно найти хорошую. Я знаю. Ну конечно, Саша, я думаю, обратился к маме своей. И она ему подсказала, что есть там какие-то там свободные точки, пойти поработать официантом. Шикарная ручная работа для парня, которому 15 лет. Вообще спокойно. И вот я был администратором, он официантом. Мы сразу вайп поймали. То есть все наши смены друг с другом, это просто золото. Ну то есть то, как мы там шутили, какой коннект, вайп классный. Ну и потом... Ну мы немножко наши пути разошлись. Когда я уже, естественно, уволился. Саша там заканчивал школу. Но потом я собирался как-то в футбол поиграть. Позвал его. Потом бесплатные билеты на питерское Динамо. Я пишу такой, блин, кому предложить? Все отказываются. Саша пишу, не отказался. Ну вот так мы встретились. Это, кстати, где-то вот ровно год назад было. И все. И мне нужно было записывать итоговое интервью до матч академии. И я такой, с кем записывать? И вспомнил, что Саша живой, что хочется его показать. Плюс он в какую-то медийную команду попал. Я вообще не знал, какие есть. Потому что за питерским точно не следил. И все. Я записал с ним интервьюшку. И потом такой, типа, ну вот есть возможность играть. Я футбол люблю. И играть профессионально в него точно не могу. А просто вот так вот собраться с ребятами, ну это надо, чтобы компания была. И по сути я вот воспринимал это как постоянную возможность играть в футбол. Ну и плюсом, чтобы это имело медийное какое-то ко мне отношение. Потому что я все-таки в любом случае комментатор сейчас. Хоть и стажер, но все равно в перспективе, да. Поэтому, конечно, после того, как мы записали интервью, он предложил, давай подвигаемся, подвигаешься с нами. Все, начал гореть командой, переживать. Сыграл там три матча в НФЛ. Забил в товарищеской игре. Поснимал там каких-то шортсов. После этого МПЛ. Я не вышел ни на одну минуту. Да-да-да, вот сейчас расскажи по поводу перехода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok